Ну я тоже сейчас особо не пишу, я вытаскиваю иногда старые кое-что Ну да, вытащи тоже, в январе у нас будет, я скажу, когда ориентировочно 9-го вытащат там что-нибудь из старенького, почитай пару, несколько шуток своих Временами мне бывает так плохо, что ты не знаешь, набрать ли 0.3 или 0.5 открыть? Однажды Роману приснился кошмар, к нему подходит прихожанин и говорит Батюшка, у вас зажки расширены, что с вами? У меня приход Следующий шаг к пенсионной реформе, засекречивание пенсионного возраста Вот это к тому, что Татьяна Викторовна перед началом рассказа Ей не дают ее возраста, вот честно говоря, и это правильно Она не выглядит на свои года, мне так кажется Татьяна Викторовна, это военная тайна на самом деле Но мне очень приятно, что вам не дают ваш возраст Полезный совет парням, прежде чем назвать женщину зайкой, подумай Хватит для себя капусты и не подвезет ли морковка Доктор, когда вы нас выпишете? Возмущались недорогие лекарства Криминальная хроника В Петербурге расщеленили мужчину, который надел маску Одел маску, а не надел Ведется следствие Кровать это зарядное устройство для людей Согласитесь, абсолютно точно Однажды прапорщик полководен признался Чтобы заснуть, я считаю, женщин, с которым переспал А почему не овец? Да там было всего один раз Ну вот такие Ну, давай, Оля Оля, вперед Твой выход Саша, подали, пожалуйста, мне будет текст Ну, как всегда Никит, помоги, пожалуйста Сейчас, не вопрос, давай поможем Да Спасибо Спасибо Ой На посредок я скажу А на посредок я скажу Прощай любить я безумства С ума скажу или восхожу К высокой степени безумства Нам ты любил, ты прикупил Боги велик не так взяла Как ты умел, ты так умел Ну как умел-то не умел А на посредок я скажу Скажу Промут малую весу Ищи жив Ну как умел-то не умел Ищи жив Ищи жив Ищи жив На посредок я скажу Прощай любить я безумства За восхожу За восхожу И восхожу Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Ман!» «Симон» «Симон» Я в текловый час. Ох, недорогие, любимые темни, Вижу плана вас, по душе моей. Вижу плана вас, я победная. Сожжено в нем сердце бедное. Ты моя гость, я победная. Сожжено в нем сердце бедное. Но не грустная, не вещая, Я в текловом сердце бедное. Сожжено в нем 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 сердце бедное. будет 19 число, с декабря месяца здесь же она будет петь в опере Спекулянска. А уже со всеми все договорено? Ну, вроде собралась Аня петь сопроновую партию, а баритона попросим Санислава. А компонимент? Санислав. Ну, он же вроде не согласен, что компонимент он тоже. Ну, разберемся, найдем. Ну, поговори с ним еще раз, пожалуйста. Да, да, да. Ну, вот по крайней мере 19 числа должна быть Спекулянска. Это ближайшее. Спасибо. Потом 29 числа... Ты готовишь имперетту? Я еще не передала ее на... Ну, 29 она в программе стоит. Ну, я думала. Так что хоть как-то худо-бедно спой. Ну, худо-бедно спой. Ну, и бог с ним. Это главное показать, а там уже потом будем... Потом уже... На свековод. Да, да, да. Сеководоводить до ума. Тем более, она не поет, она коротенькая. Естественно, поет в какой-то программе. Вот, поэтому... Ну, и дальше что-то будет еще. У тебя будет еще одна хорошая роль. Я тебе пьесу пришлю. Отлично. Я жду. Называется пьеса «Любовник. Колдун». У тебя единственная мэццовая партия. Отлично. Там мэцц, три сопрано и баритон. Как хорошо быть мэццем. Ну, это единственная, неповторимая. Так, сейчас, секунду, посмотрю. Вот у меня трансляция глютит. Сейчас посмотрю, как там дела, и дальше пойдем. Слава Богу, еще и идет. Я уже... Я вот такой в свое время... Ну, это я читал, наверное, ты, Оля, помнишь. Я как-то читал на одном из микрофонов такой, значит, монолог, посвященный как бы памяти Задорнова. Ну, я, так сказать, думал своими некоторыми непонятными с ним поделиться, но уже не поделишься. Поэтому я, так сказать, такой монологик написал небольшой. Давно, ну, я его... Я больше такие короткие читаю. Ну, вот, и почитай сегодня такой еще монолог. Я, наверное, старомодный человек. Как говорит один мой знакомый, ты его знаешь. Я давно живу. И многого не понимаю. Например, только в России, возможно, в нескольких метрах от кладбища поставить цирк. Представьте себе, пришли на могилу у родственников, вдруг слышали, висел смех и задорванную полечку. Очень приятно, да? Только у нас спросил. Кстати, Лариса знает, она даже в этой больнице работала. Возможно, соседство, следственный изолятор, а через забор психбольница. Гениально, да? Чтобы последовательные подушку укосили. Перескатюйте, но всего, те, кто не достанет. Да? Так надо понимать. А какой смысл в соответствии районной поликлиники и городского суда? Вот я жил там, и реально у тебя на 48-й поликлинике, через дорогу перейдешь в городской суд. Ну? Ну и зачем это надо? Зачем? Я не понимаю. Я думаю, что здесь есть два варианта. Первый. Врачи накосячили, перешел, через дорогу и подал на них в суд. А второй вариант. Судебные приставы применили грубую физическую силу, пошла в поликлинику лечиться. А потом вернулась в суд в качестве потерпевшего. Вот только так. Не понимаю, куда мы здесь, чтобы торопимся? Как говорил один герой моего любимого спектакля, мы все спешим на этом свете и на тот свет. Но, честно говоря, я туда пока не собираюсь. Не понимаю моду на разного рода сокращения. Например, в магазинах мне попадали сценки с потрясающими перлами. Ну, например. Пирог с грибами и кафелем. Это как? Я не хочу такое есть. А вы? Нет, спасибо. А вам очень приятно. Кубик говна на косточке. Беряйте. Вот не понимаю. Кое-кому. Детям вам рано. Хотя на сети продвинулся. Но смотрите сами. Чупай-чуп. Соска на шесте. Кто купит товар после такой рекламы? Сардельки говно. Это что, качество ли у них такое? Они сами говорят, что у нас плохое качество? Тогда кто это купит? Я не понимаю. А по этим производителям плачет 245-я статья. Как вам понравилось? ЗЕБРА БЕЗ ГЛАЗ. Это как? Что вот здесь, где был наркоконтроль, когда такое выставляли? Это подсудное дело. Печенье глю. В кондитерском отделе обнаружил еще, наверное, торт ОТЕЛЛО. Вот я не понимаю. Я что, съем этот торт и почернее, что ли? Или пойду всех, извините, баб душить? Я не понимаю. А недавно сделал потрясающее открытие. А вы знаете, что слово алкаш – это сокращение. Это не тот, кто пьет без конца. А это оказывается человек, который принципиально не пользуется картами. Алл, кэш, только наличка. Воистину, великий и могучий русский язык. В книжном отделе 1-й пел. Название книги – «Вторая ошибка Бога». Все про женщин. Но вообще-то мне известно, сколько если Бог не ошибается. А с другой стороны вопрос. Если женщина – «Вторая ошибка Бога», то кто же первая? Мне непонятно. А производитель этого явно не знакомы, или плохо знакомы с духовным миром. Иначе как объяснить появление в продаже продукта под названием «филе ангела»? Они что, не знают, что ангелы бестелесные? Откуда у бестелесного духовного существа может быть филе? Вы меня извините. Бродя по гостю, наткнулся на ее бывшей подруге. Пердозарант – запах каки. Хотя бы я думал, зачем ей это? Я даже про нее стишок придумал. Хорошо, здесь Наташ нету ни одной. Хорошо, мы кискаю. Хорошо, Наташка. Я хочу пописывать, я хочу покакаю. А вообще, как говорится, русский человек вообще без комплексов. Зачем искать еще туалет, когда вон Северный проспект сел и сей, извиняюсь за выражение. А вообще, Великий Черчилль однажды сказал, я думал о его от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу, я понял, я умрел от смеха. Поэтому хотел бы всем пожелать, относитесь ко всему с юмором, и давайте, подобно Великому Черчиллю, умрём от смеха. Спасибо. Так. Сейчас. Маленькое. Маленькое. Спасибо. Спасибо. Татьяна Викторовна. Ваш торжественный выход на сцену. Пожалуйста. Ну, как всегда, прошу представиться, и вперед. Пишу песни, композитор. Исполнуйте. Сегодня я хочу исполнить две новые песни. Это премьера. Одна песня вообще патриотическая, вторая расслабляющая. Песни на стихи мужских авторов. Мужских, а это мужчин. Вот. Первая песня. И всё-таки, как можно не стрелять на стихи Терентия Травника. Он вообще логонки это? Вообще не работает. Логонки вообще. Заткли. Ну, вроде этот, да? Лучше? Даша, хорошо. Ну-ка, Диточка, у меня дома лучше стоит. Между прочим. А чего он не держит? А, я поняла. Я-то дома так делаю. Мне очень удобно. А он вообще не стоит. Ну, ладно. Очень удобно, конечно. Всё-таки, как можно не стрелять. Стихи Терентия Травника. Музыка моя. Все-таки, как просто не стрелять в жителей, и не выниматься на деле. Не выниматься на деле. Не выниматься на деле. И всё-таки, как просто не стрелять, и не сводить на каждый чок. Стихи Твар Sora. И всё-таки, как просто не стрелять без бесконечных перенаговоров. И все-таки как просто не стеревать И без бесконечных перезаговоров. Афуне не носу кричать на цели, Ей лучше гильзою быть сжатым за боком. Пробудет мушка, спитают в пыли цели, Для строка и навеянных врагов. И все-таки как просто не стрелять, Пахаронов и нету, нет ружья и пачка. Куда сложнее взять продолжить строчку, Еще сложнее новую начать. Куда сложнее взять продолжить строчку, Еще сложнее новую начать. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая песня. Слушай, Никита, мне надо будет слышать микрофон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И Александр Городилов. Кстати, завтра у Александра Городилова юбилей. 35 лет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы знаете, что очень красиво! Вы можете вомерить? Да Давай Вижу, что больше никого выступающих не будет Воля, иди сюда Давайте общую фотографию сделаем Вместе с нашей Красавицей Италией Викторовной Вот именно Очень здорово выглядит. Продолжение следует... Продолжение следует...